Здравствуйте, меня зовут Шушлянникова Екатерина, я педагог. Педагог самого прекрасного и невероятно трудолюбивого вида искусства – танца. Я с самого детства в профессии и прошла этот путь с самого начала, когда маленькой девочкой пришла в хореографический коллектив и сразу почувствовала – я на своем месте. Затем счастливые годы Санкт-Петербургского института культуры, где Танскласс открывал для меня все новые двери этого мира. А сейчас я уже 8 лет работаю педагогом в большой танцевальной семье Grand Dance и двери в мир танца я открываю своим ученикам. А сегодня приглашаю вас. В своей педагогической деятельности я делаю акцент на качественную проработанную базу в традициях Петербургской балетной школы. Моя задача, чтобы та подготовка, которую дети получат на моих занятиях, могла открыть перед ними максимум дверей, в том числе в профессиональный мир танца. Сейчас танец включает в себя спортивные элементы и трюки, но каким бы высоким результатом мы ни стремились, они не стоят здоровья детей. Поэтому я всегда применяю здоровьесберегающие технологии на своих занятиях. Да, танец изменился. Современные тенденции сцены требуют от нас универсальных танцоров. Сегодня хореографу необходимо иметь базовые знания по многим направлениям, таким как анатомия, режиссура, менеджмент и другие. Для этого я постоянно обучаюсь, обновляю базу своих танцоров и веду поиск новых форм проведения занятий. Я говорю своим ученикам, что каждый элемент танца – это как иероглиф. И чем больше иероглифов мы знаем, тем интереснее будет наш рассказ. Ведь танец – это не просто набор движений. Это огромная история, рассказанная языком нашего тела. В будущем многое за человека будут делать машины, но есть то, что машина никогда сделать не сможет. Она не сможет фантазировать и делиться своей энергетикой с окружающими, замыслящими и открытыми детьми будущее. Поэтому в мою программу включен большой блок творческого развития. На занятиях мы учимся импровизировать. Это помогает детям раскрепоститься. На этом этапе для меня очень важно создать атмосферу творчества и поддержки на занятиях. Убедить детей в том, что в творчестве не бывает ошибок, что все, что они создают, по-своему гениально. Да, каждый из них здесь – маленький гений. Уже несколько лет я организую конкурс самостоятельных работ, где все учащиеся могут проявить свой творческий потенциал. Это помогает в выявлении и сопровождении одаренных детей. Также я являюсь тьютером трех тантемов проекта наставничества. Обычно педагоги сами придумывают номера, но мы доказали, что может быть по-другому. Мы создали свою хореографическую лабораторию внутри коллектива, и номера детей уже включены в репертуар студии. Ни для кого не секрет, что для современных детей виртуальный мир тесно связан с миром реальным. И я, как педагог детей будущего, учитываю это. Многие творческие проекты мы реализуем онлайн. Сейчас детям мало выступать на сцене, они хотят делиться своим творчеством. Поэтому я поощряю творчество в сети и устраиваю онлайн-конкурсы. Такой подход к творчеству дает возможность современному ребенку самореализовываться, а педагогу замотивировать учащихся. Своими авторскими разработками я регулярно делюсь с коллегами на значимых конференциях и мастер-классах. Мой опыт работы над проектами хореографическая лаборатория и одаренные дети был высоко оценен на педагогических конкурсах. Но главной своей наградой я считаю любовь и уважение своих учеников. Я учусь у своих учеников быть открытой, легко создавать творческие проекты, не боясь ошибок пробовать новое, выходить из зоны комфорта. Ведь только так мы совершенствуемся и растем. Мои ученики победители конкурсов различного уровня и активные участники мероприятий дворца и города. Да, у меня занимается много увлеченных детей и я активно работаю в направлении профориентации. Трое моих учеников уже поступили в Академию русского балета, трое учатся в колледже культуры и одна ученица готовится поступать в эту пыду. Я горжусь, что я педагог. Я обожаю свою профессию и каждого своего ученика. Когда я вижу, как входя в класс у моих учеников в глазах загорается искра, когда даже самый застенчивый ребенок раскрывается в танце, свободно импровизирует. В этом я и вижу главный результат своей работы.